Ожидание конца истории, оно, как вы прекрасно знаете, имело место уже в первом даже веке, потому что некоторые слова Христа были поняты как «вот-вот уже! Ей гряди, Господи! Уже! Вот сейчас!» Те нестроения, о которых он говорил и указывал на них как на знамение времени, да, эти нестроения, они имели место всю историю, и поэтому всегда можно было понять их как уже прямое указание на конец истории. Вот в связи с этим мне хочется предложить вам те признаки, на которые указывает Священное Писание, и несколько их прокомментировать, поскольку это имеет уже немалое значение к настоящему времени, а особенно учитывая то особое, я бы сказал, волнение, которое временами наступало в истории, и сейчас, как кажется, оно опять присутствует в очень большой силе в нашем православном народе. Вы об этом хорошо знаете. В частности, я буду говорить об этих признаках и несколько, по каждому из них, несколько слов объяснений. Вот первое, о чём я уже упомянул, и которое в Евангелии достаточно определённо названо, это «Восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба, в солнце, и луне, и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится». Когда-то, когда происходили подобного рода явления в одном месте, эти люди могли уже понимать их как знамение конца истории. Но в том и была ошибка, если хотите, или просто непонимание и незнание, что здесь речь идёт не о каком-то конкретном месте на земном шаре, а о явлении, касающемся всего глобуса, всей Земли. Сейчас, благодаря научно-техническому развитию, мы сейчас сможем во мгновение ока, что называется, узнать, где произошло землетрясение, где цунами, где голод, где война. Раньше что вы? Вы могли узнать через год, через два, неизвестно через сколько, или вообще не узнать. Сейчас это моментально узнаётся. И первое, что отличает наше время от того, – это знание уже происходящего на всём земном шаре. Второе, что касается этого признака, заключается в том, что сами эти явления, уже судя по контексту Евангелия, будут носить более угрожающий, более сильный характер. Они будут, может быть, сильны и по своему действию, и по масштабам действия, как таковым. Вы, наверное, обращали внимание, что сейчас неоднократно, когда передаются какие-нибудь такие явления природного порядка, то нередко, а часто объявляют, такого не было 50 лет, такого не было 100 лет, такого вообще не наблюдалось за всю историей наблюдений. Вот такие явления, эти катаклизмы, которые происходят, они, конечно, связаны, это очевидно, связаны с научно-техническим развитием и с тем колоссальным негативным воздействием человека на окружающий мир. Вы помните, когда мы говорили об экологическом кризисе. Это действие огромное. Ну, прямо же говорят хотя бы, что через несколько десятков лет уже вообще человечество исчезнет, что углекислота уже поднялась настолько, что уже ясно, что произошли необратимые процессы, уже поскольку природа нисколько не отзывается на это. И масса вещей, всё идёт. Загрязнение воздуха, воды, океана, почвы, наступление пустынь, и, может быть, самое тяжёлое – вырождение человечества. Вы же знаете, что сейчас происходит с человечеством? Насколько больше всё увеличивается процент с каждым днём рождения людей неполноценных, неполноценных физически, неполноценных психически. Человечество, как, ну, назовём грубо, как биологический вид вырождается. И это уже, конечно, хуже, чем, наверное, что-либо. Дальше говорится о знамениях. О знамениях различных. Это интересное предупреждение. И, судя по, если хотите, по историческим данным, здесь надо бы спросить историков, конечно. Их просто попросить специально познакомиться с этим материалом в этом аспекте. Такого количества знамений, которые являются сейчас, никогда не было. Простой народ воспринимает всё это просто, как чудо. Не понимая того, что все эти аномалии, я не говорю, что они негативный носят характер или позитивный, это просто, что эти аномалии в конечном счёте вызваны нашим духовным состоянием, поскольку именно оно определяет изменения всей окружающей среды, а не только самого человека и человечества. Но об этом мы ещё поговорим дальше. А сейчас хочу ещё указать на один признак, который также сюда прямо относится. В Евангелии сказано, люди будут издыхать, подумать, ну, у нас же всё-таки как грубо, правда? Какой язык? Ну, сказали бы умирать. Но надо посмотреть греческое, конечно, слово. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Какие силы небесные поколеблются? Какие страхи и ожидания? Сейчас, может быть, ещё нет этих уже таких страхов, чтобы напало на людей уныние и отчаяние. Хотя, как помните, я вам приводил статистические данные, данные исследований социологических, что уже, как, ну, по крайней мере утверждают, что некоторые такие обследования уверяют нас, что уже более половины людей Запада потеряли смысл жизни и находятся в состоянии депрессии, уныния, в общем, ненормальном душевном состоянии. Известный психоаналитик Юнг прямо говорил, что люди всё больше и больше обращаются к людей не по причинам каких-либо внешних бедствий, там, отсутствия работы, например, болезней. Нет! А от чувства уныния, тоски и безнадёжия непонятно откуда нахлынувших. Причём обращаются люди вполне состоятельные, у которых всё нормально, которые вполне обеспечены. Ещё бы! Скажу о причине этого. Душа, потерявшая Бога, равносильно человеку, оказавшемуся в затхлой комнате, герметической камере, в которой постепенно убывает тот кислород, которым он может жить. Эта душа, она сама же по природе своей, недаром сказал тертулиантам, она христианка, так? Так что значит христианка? Она по природе своей связана с божественным миром. Она может жить и живёт только благодаря этому. И когда это теряется, то помимо сознания, вы знаете, помимо, вот что интересно, человек-атеист, неверующий, чувствует не то. Вот это ощущение того, что происходит что-то не то, оно сейчас потрясает цивилизованный, так называемый цивилизованный мир. Кстати, очень любопытно, что в то же время народы, которые живут в удивительной, ну не удивительной, а тяжёлой обстановке, в нищете, в голоде, я вам говорил Индии, 300 миллионов людей не знают, что будут есть завтра. И в то же время посмотрели бы на их лица. Это люди как глубоко религиозные, у них радость присутствует в их глазах. Того, чего вы не найдёте уже у человека, так называемого, цивилизационного. Так вот, эти вещи, да, уже уныние, что люди будут издыхать от страха грядущих бедствий, мы к этому подходим. Уже, уже ощущение во многих народах, во многих странах уже идёт. Но ещё пока оно не всюду, ещё не дошло. Ещё многие, так сказать, скачут и веселятся. Но подходит время, когда все люди ощутят это. Это действительно будет ужас. Люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. К этому, что мы подходим, это очевидно. И я бы сказал, в этом, если хотите, одно из поразительных пророчеств, которое прозвучало две тысячи лет тому назад и исполняется, можно сказать, на наших глазах. Ещё одно, один признак, по причине которого явится этот гений из гениев, как его называет Игнатий Врянчанинов, и называет по той причине, что это будет гениальный человек, талантливейший человек, действительно гениальный, во многих смыслах, в смысле своего развития, своих данных. Это будет антихрист. Это будет величайший социальный деятель. Ещё раз обращаю на это внимание, потому что сейчас всё больше, не сейчас, а уже давно, западные христианцы давно, но за ним и православие всё больше скатываются, я другого слова не найду, на то, что приоритетной деятельностью христиан является социальная деятельность. Это забывается совершенно. Сердце как будто не существует. Очищение души становится уже, если хотите, личное дело каждого, но на которое мы все не обращаем внимания. Так вот, следующий признак – это умножение беззакония. Кажется, такие простые слова. Ну, скажу вам так, что никогда в истории не было такого умножения беззакония, как теперь. Благодаря научно-техническому прогрессу. Телевизор есть, всё, пятка есть, левая, правая кнопка в нём есть, всё в порядке. Ткнул и смотри, что? Не собираюсь говорить, потому что, наверное, все те, кто соприкасались с этим, прекрасно знают. Средства массовой информации, которые становятся доступными всем людям, буквально, целенаправленно, потому что другого объяснения невозможно найти, целенаправленно уничтожают душу, души людей. Умножение беззакония, катастрофическое умножение, убийство души человеческой. Удивительно? Били беззакония раньше? Да, были. Конечно. И потоп в результате случился, и Содом, и Гоморра, и страшные войны, и болезни, моры. Были? Были. Опять-таки говорю, в таких масштабах, которые переводят всё это, умножение беззакония, в новое качество. Вот невольно-то вспоминается марксистский тезис, над которым часто мы смеёмся, потому что в том прямолинейном смысле, в котором он звучит, он действительно был странен. Но вот здесь, пожалуйте с вам, действительно количество переходит в качество. Именно качественно иным становится беззаконие. До таких вещей, может быть, и доходили когда-то отдельные люди, может быть, небольшие какие-то сообщества. Теперь это весь, во-первых, цивилизованный мир и дальше распространяется по всему миру. Дальше, видите, ещё один есть признак. Проповедно будет это Евангелие Царствия по всей Вселенной. Скажу, этот признак, конечно, не исполнился. Можно сказать, что Китай практически не знает христианство. Ничего там не проповедно. Отдельные точечки, они ни о чём не говорят. Несколько лучше, может быть, ситуация, но всё равно говорить о проповеди христианства невозможно и в Индии. Слишком ничтожен там процент христиан. И вообще, в этой Юго-Восточной Азии христианство там пока не только не приветствуется, а часто притесняется. Многие из них приговариваются по совершенно ничтожным мотивам даже к смертной казни. Они изгоняются. И храмы, если которые были, разрушаются. В общем, пока что этот огромнейший регион земного шара фактически не знает Евангелие. Вот этот признак, если его принимать вот так буквально, свидетельствует пока о том, что ещё время не пришло. Я говорю, если понимать прямо, очень возможно, что его нужно понимать и как-то иначе. По всей Вселенной не в том смысле, что Евангелие всюду обязательно даже люди услышать. Нет. Можно понимать в совсем другом смысле. И я считаю, это необходимо нам знать. Оно будет проповедано всюду, где оно может быть принято. Где оно может быть принято. История, по крайней мере, говорит о том, что для некоторых народов Евангелие звучит совершенно неестественно, противоестественно. Оно не принимается. Люди не способны буквально его принять. И я полагаю, что это тот признак, который надо именно в этом смысле и понимать, что Евангелие будет проповедано всюду на земном шаре, но всюду не в географическом смысле, а в психологическом, в духовном смысле всюду, ещё раз повторяю, где есть люди, способные его принять. Так что смотреть на формальный факт того, что вот в Китае, допустим, практически нет, ну, практически нет христианства. В Индии очень мало, вообще Юго-Восточной Азии. Нет, это совсем не тот показатель, на который мы можем уже окончательно ссылаться и говорить, вот, видите, ещё сколько предстоит? Китай, Индия, это 3 миллиарда почти, почти полчеловечества. Да, нет, здесь надо быть очень, очень, по-моему, осторожным. Ещё один признак, очень серьёзный, евангельский. Когда увидите мерзость запустения, речённое через пророка Даниила, стоящую на святом месте, вот слова, как и очень многие слова в Евангелии, которые могут быть поняты и ребёнком, и человеком рассудительным. Как поймёт детское сознание? Вот это вот. Поймёт это мерзость запустения, стоящая где? На святом месте. Вместо храма пожалуйста вам какая-нибудь дискотека, вместо монастыря что-нибудь, какое-то увеселительное заведение и так далее. Ведь можно так понять? Можно. В какой-то мере это отвечает этим словам. Но когда всё понимание заканчивается этим, то мы, конечно, осознаём, что здесь что-то слишком много наивного. На самом деле ситуация гораздо серьёзнее. речь идёт, когда на святом месте, речь идёт не обязательно о месте вот этом. Такой-то город, такой-то район, такая-то улица. Да нет же! Речь идёт не об этом. Святое место и святым местом прежде всего именуется состояние церкви. Состояние церкви. То есть состояние тех людей, которые считают, что они в церкви. То есть, если хотите, духовное состояние христиан. Вот кого? Христиан. Вот оно святое, где место. И кто там в сердце человеческом? Бог или кумир? души оказались занятыми мерзостью запустения. Вот, оказывается, что страшное. Вот, оказывается, о чём идёт речь. Это всегда было, всегда это были ненормальные явления в истории церкви. Конечно, всегда были, но, я вам скажу, всему есть мера. Опять вам повторяю, напоминаю случай с Авраамом, когда он упрашивал, господин, а если пятьдесят праведников, не погубишь Содома? Нет, не погублю. Дошёл до десяти, не погублю. И отошёл ангел. есть мера. И когда мы её переступаем, когда народ уже переступает эту меру, тогда наступает и потоп, и огненный дождь, как в Содоме и Гаморре, и провалы, и чума, и всё, что угодно, потому что уже природа не выдерживает даже. Даже природа не выдерживает. Я лично уверен, что потому и произойдёт конец, существования человечества, что уже его состояние будет, это беззаконие настолько будет сильным, эта мерзость запустения на земле будет такова, о чём пишет в Апокалипсисе Иоанн Богослов. Жена, облечённая в солнце, бежала в пустыню. Уже не останется на земле христиан. Не по имени, не по имени. По имени, может быть, будут торжества и золотые купола. Внешне всё это может и быть. А почему этому не позволить быть, если на самом деле там никакого христианства не будет? Почему не позволить? На то он и дьявол, что он лукавый. Пожалуйста. Видите, и именно произойдёт эта последняя катастрофа. В результате чего неважно, божественным ли перстом или люди сами взорвут всю эту землю, уничтожат. Неважно. Но когда душа покидает тело, тело разлагается. Неминуемо. И, видимо, это произойдёт. Скажу вам основное, что во всех бедствиях, которые постигают, будем говорить так, православные народы, то есть, есть православная церковь. Во всех бедствиях виновна церковь. Мы, конечно, скажем, вот американцы там напали на Сербию, там или на нас напали те или другие. Учтите, это только орудия бессмысленные, часто жестокие орудия, которые даже и представить не могут, что они являются орудием в руках, в руках Божьих. И опять эти бедствия, почему происходят? Не опомнится ли человек? Не опомнится ли? Не опомнится ли народ? Народ, прежде всего, не опомнится ли церковь? Чем она занимается? и в каком состоянии она находится? Продолжение следует...